рад приветствовать всех вас дорогие в наступившем году хочу поделиться своим свидетельством с вами в первую очередь сегодня утром оглянулся назад на прошедший год и ахнул отец какой ты славный и чудесный за этот год мы с моей рыжей королевы дважды побывали за границей на школе апостола павла в алании в турции и на торжестве жизнь восхищенных в чехии в бар но потрясающее время с отцом и братьями в начале года я получил солидный заказ на реставрацию автомобиля получилось целение трехглавой мышцы левой ноги несколько лет было онемевший и постоянно давала о себе знать прошлой зимой вообще ночами спать не мог не имела вся нога а теперь я исцелен все лето самую жару мы женой прожили в квартире наших друзей на время уеха уехавших из страны и попросившись нас присмотреть за их питомцев это настоящий президентские апартаменты в двух уровнях 160 квадратных метров на всем готовом но а финал года просто феноменальный с ноября мы снова живем в этой квартире я снова получил солидный заказ и самое потрясающее мой прорыв крипте моя особая благодарность пастору андрею спасибо тебе дорогой за все личные молитвы и высвобожденное помазание за потоки откровения и мудрости прямо из сердца отца за все курсы и особенно за меч соломона и школу павла которые произвели феноменальный переворот в моем сознании благодарю тебя андрей от всего сердца вот такой был славный ушедший год и славный старт в год наступивший да прославляется отец сыновьяк своих жанак из слушал запись исцеляющий молитвы на youtube месяц назад но у меня сложилось впечатление что я слушал ее сегодня когда я принял все это в духе я получил чудесное густое масло все мои эмоции невозможно выразить словами постараюсь быть кратким если поделитесь все приумножится и я рад поделиться андрей сказал я выпущу густое масло человеку которая тяжело дышит в постели и брошу декорации болезни на небесах под ноги животворящему духу как серое одеяние свобода пришла с облегчением новая мысль новое изменение тела разум кровь вены кости обновление пришло немедленно когда я вместе со всеми молился в духе я получил полное исцеление своего левого плеча я получил полное обновление тела кровообращение сосудов и в том числе и разума неописуемая радость и наслаждение полнота всего и вся халилюя принимаю умножаю и раздаю константин андрей спасибо за курсы меч соломона созерцательной жизни ходатай стены курс за домашние порталы свидетельствую что есть плод изменения мышления за это время мы с женой купили трехкомнатную квартиру моя жена уже полгода не работает и может себе позволить заниматься домом и детьми пришли деньги на то чтобы инвестировать и иметь с этого доход больше чем от работы андрей спасибо тебе огромное спасибо оле и команде за это движение прямо захотелось как-то публично выразить свои чувства спасибо владимир у меня было давление и аритмия мне 73 года 7 месяцев назад после того как я прослушал две ваши проповеди ко мне пришло понимание что надо бросить пить все таблетки а сейчас уже месяц я слушаю курс созерцательной жизни и у меня улучшились слух и зрение спасибо большое вам и вашей команде руслан я пережил нетление в действии 22 сентября вызвал скорую меня на носилках увезли в больницу и 15 ноября я очнулся в другом городе столице нашей республики в республиканской больнице оказалось я был в коме почти два месяца вокруг меня разворачивалась драма все это время родные почти не надеялись врачи тоже уже говорили о том что ничего не получится и я либо умру или если очнусь то в неизвестном состоянии печени принимают белок почки еле еле работают сердце стучит через раз и двусторонняя пневмония и небольшой процент легких только работал в одном легком в итоге сила жизни и не тление пробилось и у меня внезапно и быстро начали улучшаться анализы вскоре меня перевели в обычное отделение а в начале декабря меня выписали но я не мог ходить исход дал почти на 30 килограмм внешний вид у меня в реанимации был удручающим дома я уже как-то поправился и вот сейчас я уже потихоньку хожу по квартире иногда выхожу на улицу немного подышать воздухом у подъезда или до машины дайте и даже ездил три раза на ней так вот что хочу сказать о своем внутреннем состоянии я когда очнулся какая-то радость о боге у меня была ранее незнакомая мне обычно я думал отец любит меня и я как-то должен радоваться этому а тут у меня к богу были то ли новые то ли усиленные чувства что я отца и иисуса еще больше люблю это живот оно не тление меня вытолкнуло и состояние почти смерти в общем спасибо андрей и ольга и вся небесная цивилизация за такое славное понимание и учение вижу что она проникает в меня и становится частью моей жизни и она реально а без этого я копался бы в себе искал бы причины да почему ж бог будто бы не допустил такое спасибо всем буду прокачиваться дальше ведь теперь я знаю что и я бог а это открывает совершенно новые горизонты аллилуйя марина я просила молиться за полное исцеление моей мамы мамы обнаружили полип и когда его удалили нашли там благотественные клетки я стала с такой страстью молиться за маму за ее исцеление мне на узи тоже ставили диагноз новообразование но я молилась принимала причастие вчера я сделала узи и у меня не найдено никаких новообразований слава господу бог исцеляет и обновляет более того мне сказали что мои яичники и фолликулы совершенно молодые и что мне в пору рожать хотя мне 46 лет а врачу я сказала что верю богу и молюсь на что она ответила вам надо молодых научить а то они как-то не так молятся слава господу за чудесное исцеление алена хочу передать благодарность от моей мамы надежды за ваши молитвы и также она меня попросила засвидетельствовать во время прослушивания молитв пастора андрея в записи у нее исчезла миома размером с куриное яйцо которая уже несколько лет мучила и беспокоила ее никакой декорации нет сейчас мама по совету пастора слушает плейлист нет ления и я знаю скоро вы услышите от нее новое свидетельство славы нашего отца юлия много лет меня мучил сонный паралит если вы сталкивались таким явлением то вы понимаете тот ужас который внезапно охватывает и вы ощущаете как на вас надвигается тьма иногда даже видите и чувствуете что какие-то злые силы с вами взаимодействуют и нужно приложить немало усилий чтобы от них избавиться а потом еще долго приходить в себя от происходящего но как только я начала слушать проповеди андрея и кавишина этот кошмар моей жизни закончился а во время урока про золотой город меня сильно потянула в сон и я оказалась в состоянии чем-то похожим на сонный паралич но в этот раз я не чувствовала ужас я как бы наблюдала со стороны как внутри меня кричат от ужаса какие-то существа и с большой неохотой корчась покидают меня тему про золотой город я переслушала потом еще не один раз ниночка дорогие любимые у меня расширилась диафрагма она была закрыта у меня самого детства не было голоса не было слуха хотя я брала в руки гитару и саратовскую гармошку бренчала на гитаре и играла на саратовской гармошке но увы ничего не выходило и эта декорация была во мне много лет когда я говорила верующим что хочу иметь голос ритм и слух то мне отвечали что это возможно что если этого нет то господь этого тебе уже не даст а я знала что богу возможно все твердыня в разуме была самого детства в народе есть такая поговорка медведь на ухо наступил но я с этим была не согласна и я жаждала когда мое желание сбудется как же у меня как когда же у меня проявится голос и вот моему счастью нет предела наконец-то это произошло я очень хотела чтобы мой голос был такой как у опереточных певцов глубокий звучный у них голос исходит из самых глубин их естества то есть вы понимаете что у нас это происходит из глубин духа и соединяется с разумом и сердцем и ты понимаешь что вот она раскрыта пробка которая не давала пробиться этому звучанию из твоей внутренности она вылетела и голос отца стал вибрировать из самой глубины твоего естества диафрагма полностью стала действовать так сильно мощно что голос стал изливаться звучаниями на разный лад на разную протяженность от низ звучания до высокого диафрагма исцелилась диафрагма расширилась один вдох приносит происходит через 15 или 20 секунд а потом выдох и это не предел исцеление произошло в ходе зумов когда был молитвенный семидневный марафон за пастора андрея когда пастор встречался с апостолом павлом тарсусе благодарю нуржамал и каждого ходатая аминь светлана после того как иисус пришел ко мне во сне в образе андрея яковишина и объявил что я исцелена я приняла исцеление и уже месяц у меня нет аллергии нет боли в суставах перестали опухать и чесаться кисти рук и ступней и я опять начала танцевать прыгать скакать веселись и радуясь аллилуйя и я ем уже все а то полгода была голодовка из-за реакции на любой продукт я безмерно счастлива оксана у меня на правой руке исцелился палец который из-за артрита был выкручен и невыносимо болел каждый день во время молитвы палец резко и очень сильно заболел и выпрямился выпрямился спасибо богу за исцеление а вам андрей спасибо за то что через вас движется дух святой да хранит вас и вашу семью господь огромное вам спасибо лилия два месяца не проходила воспаление десны седьмого зуба было очень больно обошла восемь врачей оказалось неделю назад только определил врач что кость из десны торчит и есть заражение до остимелита не дошло но это опасный диагноз врач сказал что пока не подпилишь кость не пройдет просила арвик молиться группу нуржамал ходатая тогда еще диагноз не был поставлен просто от боли уставала и три дня назад все прошло болей не стало сегодня сделали фото врач сказал десна над зубом закрылась отпиливать кость не надо а ведь ухо челюсть лимфоузел болели врач к сожалению не поверил так и думает что я у другого доктора отпилила сказал чтобы я теперь приходила к нему только с разрешения доктора который корень зуба лечил он не знает что я у восьмерых была а исцелил бог жанар у меня всегда была нехватка денег всегда но с тех пор как я начала проходить курс меч соломона хоть я и отстаю но такие благословения в нашу семью приходят все время приходят деньги со всех сторон то я получаю неожиданные большие суммы то муж получает иногда детям откуда-то приходят деньги отец так любит меня и благословляет и меня и моих детей это как будто волшебство спасибо отцу и большое спасибо андрею за все ваши курсы учения за ваш труд инна дорогие друзья миллионеры хочу засвидетельствовать что работает формула безотказного успеха будет так как я хочу и даже лучше две недели назад я присутствовала на вебинаре по инвестированию где разыгрывали айфон 13 я попросила папочку явить избрание чтобы счастливчиком стала я но со мной этого не произошло а мне так важен был не айфон а явление избранности было разочарование как у ребенка несколько дней грустила но потом и вовсе забыла вчера вечером в рабочий чат пришло сообщение о том что меня признали лучшим продавцом консультантом нашей компании во всей России и дарят мне айфон 13 вот так папа явил для меня и признание и авторитет и дорогой подарок Катерина я получила исцеление о котором мечтала с 16 лет в этом возрасте у меня был сильный гормональный сбой в результате которого выпадали сильно волосы на голове и вот слушая эфиры и свидетельства славы отца слушая как люди в этой сфере получали исцеление я продолжала верить что и я получу и я буду ходить с густыми волосами что я перестану скрывать это и плакать как девушка которая чувствовала себя в этой сфере ущемленной я провозглашала и продолжаю говорить что мое тело нетленно что все совершилось и вот я поначалу не замечала я полностью осознала свое исцеление тогда когда мне мой парикмахер очень радостным голосом сказала Катя что вы сделали с волосами они у вас так мощно стали густеть она знала почему и что с ними она постоянно делала мне стрижку чтобы скрыть моменты облысения она даже предлагала сделать пересадку волос а тут удивление и восторг на что я сказала что я молилась и делала массаж головы веря что спящие волосы мои пробуждаются что волосы густеют я это делать начала не так давно но отец такой отец теперь смотрю на новые волосы и слезы на глазах от счастья мне сейчас 29 лет все это время я много что делала и мезотерапию и маски разные все это помогало но на время а то и совсем безрезультатно но сегодня я плачу только от радости и верю что это не закончится никогда Наталья сегодня молилась вместе с Андреем и Олей зарядка созерцателя гимн животворящему духу или пома а это такая шишка которая еще иногда и побаливает на запястье правой руки которая была у меня больше чем десять лет ушла я совсем о ней не думала а молилась о своем славном теле и транслировала жизнь своим родным под вечер почувствовала как будто импульс посмотри на свою руку и вот чудо эта уродливая шишка ушла слава отцу и спасибо вам ожидаю дальнейших чудес так как чувствую что это только начало АРЭВИК я рассказывала месяца два назад что моя соседка просила меня помолиться за нее потому что она не могла спать четыре месяца хотя и принимала снотворное всего часа два спала и снова просыпалась и в такой была депрессии она дергалась сидя на стуле ерзала даже по ее внешнему виду видно было что она не свободна что что-то мучило ее очень сильно я пошла к ней и помолилась она очень-очень обрадовалась она даже начала смеяться и говорила мне приходи еще и рассказывая мне до тех пор пока я буду во всем этом утверждена пока я буду уверена что все хорошо я несколько раз ходила к ней и молилась за нее бессонница, страхи, щитовидка и обновляла ее разум бессонница ушла она мне тогда даже коробку шоколада подарила и сказала что когда нужно будет опять позовет меня сегодня спустя два месяца опять позвонила и позвала меня мы поговорили и она мне рассказала что страха абсолютно не осталось она такая радостная теперь и еще говорит что анализы сдавала на щитовидку врач удивленно сказал что такое бывает очень редко но у тебя именно этот случай когда ты совершенно исцелена она говорит я тут же сама себе подумала что это молитвы меня исцелили и еще она сама стала рассказывать мужу и невестке приехавшей к ним в гости из России радостную весть что не молитесь перед картинками живой Иисус вас в конце она рассказала что в течение месяца у нее было многовато гостей и она переутомилась и с петурывками и мы снова радостно помолились славься отец сын и дух святой анжела где-то восемь месяцев назад произошла смешная история я была в плохом настроении мне было очень грустно мне позвонила знакомая она не полностью вышла из религии но не ходит в церковь а дома в уединении с Богом и слушает проповеди но вас Андрей она слушать не может потому что вы говорите не по Библии она за меня молилась и мне дух поднял в такой силе что я ее начала благословлять она не могла никак забеременеть но очень хотели с мужем ребенка много пророков ей пророчествовали что у нее будет девочка и так как эта девочка никак не приходила она уже и не верила в эти пророчества и когда я предложила помолиться за нее она сухо ответила знаешь столько людей за меня молились и ничего я говорю но молитва еще никому не навредила она согласилась ну давай молись я сама а сама включила полный гнор я вспомнила как вы учите кто я я отец и я иисус одно я открыла свои уста и начала говорить как бог я открываю лона твоей матки для принятия семени у тебя родится мальчик он будет царствовать на престоле и управлять землей мы сказали аминь а она даже не прокомментировала мою дерзновенную молитву говорит она меня совершенно не коснулась через месяц она мне звонит анжела я беременна когда пошли на узи проверить пол ей сказали что будет мальчик и она была в недоумении говорит бог никогда не ошибается все пророки видели девочку ты тогда высвободила мальчика и стал мальчик потом у нее началась паника что христиане не умеют слышать бога потом и мне досталось ты изменила пол моего ребенка муж очень хочет девочку и она боится что он не будет любить сына остался месяц до родов и они оба счастливы ждут малыша кстати она очень классный человек это просто твердыни который прямо сейчас рушится для принятия истины аноним вчера была молитва торжества и ольга в конце сказала о цистите у меня после переезда из украины в течение недели был сильный цистит лечила пила травы еду поменяла чтобы на почки нагрузку снять ничего не помогало а после молитвы все ушло я не перестаю удивляться вся слава богу ботогоз я очень хотела на школу павла еще осенью приехав с торжества поняла что хочу участвовать но с января месяца я не работала но продажи были у меня и я все эти три месяца закрывала кредит свой так как были продажи в декабре и мне отдавали долги я молилась и созерцала себя там в Аланье и видела многих сестер и обнималась с ними и вот только в марте 14 числа я устроилась на работу и не могла понять как мне быть ведь билеты надо покупать за неделю я накопила деньги на билет в один конец но не могла решиться сначала регистрацию пройти или билеты купить и потом папочка на следующий день благословил финансы на регистрацию я просто счастлива была что он все уже приготовил через пару дней я купила билеты туда а потом дальше я молилась и перетекали мы с сестрой и пришел покой еще молилась за то чтобы на работе согласились отпуск дать но я подумала если не согласятся просто уйду оттуда но у сына все равно все будет так как захочет он как учил андрей наш пастор драгоценный и все легко получилось и согласились и еще сегодня вечером хозяйка магазина но вообще-то это хирам у нее бизнес три магазина пригласила домой и благословила целый чемодан вещей новых красивых все что хочешь даже какие-то сумочки платья сарафаны там есть все что мне нужно и еще чемодан новый большой которым она еще не пользовалась вот это обеспечение я даже не думала об этом я конечно молюсь за нее она еще говорит ты только возвращайся обратно а до этого я видела Андрея во сне и еще небесных наших у себя дома Андрей сидел у меня дома на диване и проповедовал потом как обычно шутил и посмотрел на меня и говорит значит пророческие сны говоришь видишь и улыбнулся и я проснулась и поняла что все в моей жизни изменится и это уже началось аноним оля андрей спасибо вам за эфир это просто потрясающе я не знаю как это возможно мне даже стыдно но я получила обновление откровения о бессмертии очень давно я уже получила это откровение что мы бессмертны просто нужно сместить свой взгляд с того что нам транслируют смерть болезни и так далее на иисуса как на дух животворящий но по прошествии времени это откровение забылось а сегодня восстало с новой силой спасибо вам особенные люди моего сердца я вас обнимаю Ольга уединение для тебя и пастора очень даже отлично повлияло внешне на вас пастор прямо вообще молодец заметен огонь как из дыхания выходит в глазах сияние и дерзость а ты прямо вообще такое сокровище набито до переизбытка действительно драгоценностями смотришь и вижу только отца любовь заботу доброту вас вижу только христа с светлана то есть на питание получается мы не тратимся это чудо деньги текут и не кончатся никогда Алена чудо исцеления которое приняло когда училась в самом начале на курсе созерцательном мои почки болели от употребления в пищу острых и кислых продуктов созерцала не сразу чудо пришло еще реагировала я продолжала и сейчас реакции на такую пищу нет благодарю Тамара слушала эфир от 9 апреля 2023 года о бессмертии и когда Оля молилась за освобождение от обид и претензий к себе у меня как взрыв побежали слезы я даже не ожидала но я не помню так я подумала простила ли я себя за то что у меня не все получается как я думала делать себе и другим и вот слава отцу за освобождение от претензий и обид к себе и что это совершилось через слезы в духе святом по молитве оли сына божьего как чудесно отец открывает в нас даже то что мы не знаем это как у меня и у меня все получится и будет получаться это радостно аллилуйя спасибо спасибо за радость спасибо любимому отцу спасибо любимым Оле и Андрею Виктория спасибо за молитвы за исцеление вдобавок слушала видео пасторов принимая причастие сегодня получила все результаты анализов и снимки все в норме нет никаких признаков инфекции или камней в почках и желчном пузыре врач говорит что к поездке гожусь Нуржамал у нас в казахстанском даре произошла история наша драгоценная сестра Дарига собиралась со своей внучкой Осель ехать в Аланию на школу апостола Павла но произошло то что Дарига ушла к отцу неделю назад и остро встал вопрос что теперь делать с поездкой после похорон муж Дариги отец семейства решил исполнить мечту своей жены чтобы путешествие состоялось тогда решила ехать вместо своей мамы ее дочь Мика полное имя Меруэрт вместе со своей племянницей Осель из-за больших расходов на похороны возникла необходимость решать и эту проблему Мика вчера пошла в банк в котором Дарига взяла кредит поездки и сказала что она платить не будет написала заявление в связи со смертью мамы и так далее ей юрист сказал что страховая полностью закроет кредит так как мама ее взяла кредит со страховкой и ей еще приснилась ее мама Дарига и во сне она им говорит что вы плачете я живая я вечная прекратите плакать и Мика говорит что с того дня начала радоваться смотрю на мамин фото и смеюсь говорит представляете Дарига подарила нам путевку Мика смеется что мама даже уйдя обо всем позаботилась лада одна из моих подруг многодетная мама когда рожала седьмого ребенка врач всякую ерунду ей наговорил типа хватит уже рожать эти слова так просочились в нее что следующий месяц ребенок хоть и сосал грудь но никак не набирал в весе в общем она решила что это из-за ее духовного состояния из-за того что эти слова пагубно отразились на ее эмоциональном состоянии я ей отправила курс ходатай и молитвы пастора Андрея вот однажды она идет утром доить корову и включает эти молитвы а там голос Андрея говорит кто испытывает полное нервное истощение исцеляйся она подумала так это же ко мне и моментально она почувствовала как все ушло спасибо папе радуюсь ну ли я вчера ко мне обратилась сестра она одна проживает в Москве и очень тяжелая ситуация у нее сложилась во-первых со здоровьем и другие события исходящие из этого состояния касающиеся других людей в процессе молитвы получил откровение что все эти события связаны с непрощением а также с чувством вины человек находится в самообвинении я ей объяснила причину этого состояния она конечно сказала что она простила всех тогда я предложила ей давай попросим отца чтобы он вложил в дух Андрея и Ули ответ на твою ситуацию она согласилась как раз вечером должен быть прямой эфир я ей рассказал один случай в июне 2020 года с моей дочерью случилась очень неприятная история я в это время была в деревне вышла в поле и шла не разбирая дороги и чуть не рвала на себе одежду внутри горел адский огонь даже молиться не могла так наверное продолжалось часа три немного успокоившись пришла домой и чудесным образом как раз шел прямой эфир и Оля говорит вот я прямо сейчас вижу женщину и она рассказала эту историю с моей дочерью Оля сказала не бойтесь все разрешится хорошо и так и случилось вечером стала слушать эфир и Оля слово в слово описывает состояние этой сестры и самое главное говорит что отец вложил в нее это послание а ведь мы с сестрой попросили Бога вложить ответ нашим пасторам сестра мне позвонила сегодня и говорит что впервые за это время спала ночью я верю что эта ситуация разрешится наилучшим образом иисус сказал если двое или трое согласятся и попросят отца о чем-либо то и будет им мы с ней согласились и отец слово в слово дал ответ сестра согласилась ехать на школу завтра посчитает финансовые возможности и сообщит мне еще три дня в запасе дорогая возлюбленная дочь Бога Оля ты истинно водимая духом Божьим бывают моменты что не получается услышать от отца ответ на ту или иную ситуацию тогда беру и включаю любую проповедь Андрея при этом говорю отец здесь заранее вложен ответ на мою нужду и как всегда получаю отец же знал прежде моего прошения и он приготовил ответ вот такие чудесные у нас пасторы от Бога благословляю благословляю вас дорогие спасибо вам большое Баха слушала последний эфир на молитве шум в ушах сначала будь то ракета в голове пронеслась а потом раз и звук пропал лет 6-7 он у меня был постоянно Гулиим начался вход внедления глаза исцелились я без очков не видела что в книге написано все было мутным шейный отдел позвоночника повреждение костных тканей и защемление нервных окончаний в седьмом позвонке со смещением грыжа я сама физиотерапевт дней пять назад вечером слушая эфир переживаю прикосновение рук услышала такой хруст в шейном отделе позвоночника в двух местах и боль прошла да и весь букет болезней исчез не тление в действии еще сердце болело сегодня в потоке славы небесной цивилизации я получила исцеление вау папа спасибо улдана два дня назад просила отправить в купальню себя и дочку у меня перестал болеть желудок и поджелудочная огромное спасибо ходатаем я исцелилась слава отцу люблю вас небесные аллилуйя наталья 30 марта мы остановились в гостинице на трассе м5 мы там были до этого шесть месяцев назад и я там молилась за женщин администраторов у одной забрали сына по призыву и он вернулся через сутки домой а у другой болело сердце и тоже получила исцеление и вот эти женщины снова встретились и снова я молилась за них сыта ее полностью комиссовали сказали что негоден но не могли подписать документы чтобы он вернулся домой я высвободила ангелов устройство и сказала идите и прямо сейчас подпишите во имя Иисуса Христа и вау минут через пять ей звонит сын и говорит мама я еду домой все мне подписали она как там же нет начальника он говорит не знаю забрали и принесли подписанные слава богу вторая шла ко мне раскрыв широко руки и говоря Наташенька вы мне так нужны были вас так долго не было я ей у вас есть мой номер телефона что же не звонили неудобно было говорит вот и вы молились за мое сердце я на полгода не болит бог смелости велся надо мной сейчас только нога болит три месяца уже и мы помолились за ногу приняли вместе все причастие я рассказала им как принимать причастие рассказала про пастора отправила ссылку с молитвами им и на ютуб смотреть Андрея Кавишина и я пошла отдыхать а где-то через полтора два часа муж меня будет к тебе девочки я сонная и чтобы вы понимали мы на трассе рядом нет ни города ни деревень на заправке построенная гостиница а мне муж говорит тебя девочки ждут я выхожу вижу женщина за сына которого молились приехала и привезла двух своих сестер а привез их сын которому подписали за пять минут документы ангелы оказалось у одной сестры два сына и их забрали на войну один уже полгода как пропал второй выходит на связь и она мне говорит я вот и в ход его привезла родные я так испугалась говорю отец как быть как молиться у меня такого еще не было я им говорю девочки я не ясновидящая и не гадалка это все Иисус я молюсь во имя Иисуса Христа и прямо вспомнила нашего дорогого пастора Андрея и уверенность потекла говорю если нет никакого известия это тоже хорошо молимся чтобы вернулся живым и здоровым в семью во имя Иисуса Христа и знаете мои родные Мама у которой от горя было лицо серого цвета заулыбалась после причастия я им показала как принимать заместительное причастие и мы вместе приняли причастие ее лицо стало сиять и все это увидели а у второй сестры сын болеет более трех лет экземой и ничего не помогает также помолились и они уехали вооружила молитвенным каналом Андрея Яковишина смотреть на ютуб и вот через неделю я им пишу как дела и сестра у которой у сына экзема сказала что сын хочет поговорить со мной сам и он позвонил мне сказал что почти вся экзема ушла аллилуйя я и ему дала молитвенный канал и пастора нашего молилась и приняли причастие про того кто пропал на войне пока ничего не слышно вот такая ситуация муж смеется говорит не удивлюсь если в следующий раз вся деревня будет тебя ждать а потом вся область и чуть не забыла очень часто думала про Сергея который пропал и вдруг прямо два дня назад я услышала как отец сказал успокойся я вытаскиваю его из плена а не ты слава отцу что сын божий дома живой и здоровый с матерью и родными во имя Иисуса Христа львов а а а а Субтитры создавал DimaTorzok